добрый день дорогие друзья с вами на связи я комарачи и сегодня в этом видео я бы хотел затронуть тему заработка золота для новичков и для среднестатистических рыболов которые зашли и хотят заработать золото многие у меня спрашивают как я заработал 81 золото почему так много да еще и быстро все просто я его не зарабатывал целенаправленно я золото не фармил хотя здесь такое возможно ну если это можно назвать фарму и так давайте самое простое где может быть золото во первых вот эти вот сундуки которые у нас есть в них выпадает золото поэтому имеет смысл тайминговать эти сундуки тайминговать это то есть подгадывать время окончания открытия и открывать чтобы не пропускать драгоценные часы и не пропускать лишний сундук в них у меня частенько попадалось золото клады клады это когда вы вылавливаете рыбу и непосредственно вместо рыбы вылавливаете золото там 5 золота в кладе 10 золота когда как кому как повезет это тоже халява потом каждая статысячная рыба это тоже вам дает там какой-то ну то есть маленький там шанс ну короче золото чуть-чуть вам дает далее давайте теперь уже перейдем к более такому сложному это были такие самые простые халявные варианты теперь ну более-менее теперь сложные сложно это вот вы заходите на любую рок локацию допустим рыбная ферма это экспедиция открываете лупу и смотрите здесь вам требуется выловить по одному зачетному экземпляру каждой особи то есть вида рыбы после чего если вы все это закрываете вы получаете 7 золота кто-то скажет да ну нафиг оно нужно это долго нудно сидеть каждую рыбу ловить не знаю я с вами не соглашусь я вот не выполнял целенаправленно но уже могу сказать что вот смотрите у меня сколько сделано и если еще посидеть попотеть можно это все выполнить и заработать 7 золота но естественно вы должны исходить из своей снасти которая у вас есть а то вы сейчас кинетесь на заповедник начнете выполнять а потом бац дойдете до белого амура где он тут ой да нет не амура вот толстолобик примеру а вытянуть его не сможете или сам обыкновенный не сможете потому что у вас очень слабая удочка поэтому будьте внимательны смотрите но в принципе даже если вы закройте все виды а 2 у вас останется потом вы просто когда купите себе снасть побольше вы их закроете все они не пропадают никуда не деваются потом рекорда у нас идут рекорда это очень такая щепетильная спорная тема я бы сказал потому что поставить их достаточно тяжело но все зависит тоже от удачи от рандома и все в таком духе ран как ставить рекорды есть отдельное видео вы можете найти у меня на канале в этом же плейлисте а также в группе world of fishers рекорда вы мы выбираем любую локацию озера допустим галец и смотрим рекорд усыхает видите вот пока максимальный рекорд поставлены тут максимально и вот так вот смотрим линь золотистый рекорда вообще нету мы можем если снасть позволяет попытаться поставить рекорд на этой великолепной рыбки если у нас получится то естественно мы заработаем с вами золотишко и вот так вот мы все с вами просматриваем и много рыб где рекорд не поставлен но я думаю вы понимаете что данную рыбу в поймать не так то просто нужно попотеть а иногда бывает просто вы приходите вам повезло бы буквально за 10 минут реального времени и поймали и все и заработали свое золотишко сколько там дают за рекорд все зависит от того насколько большой рекорд в поймали может быть и 10 золотых может и 3 может и один может быть вообще ничего но если ставите рекорд впервые естественно все равно хотя бы на золотую но дадут далее еще у нас тут вот турниры я как бы есть у дальше получается тут если смотреть вот он вот турниры но знаете как бы турниры давайте не будем к в них сильно вдаваться потом вдаваться в подробности потому что я честно пока что не профессионал вообще даже не любитель у меня турниры выигрывать не получается тяжеловато это пока что для меня но имейте ввиду что турниры тоже приносят золото далее еще интересный момент по золоту это медали давайте зайдем в наши любимые медали есть медали которые дают золото тоже можно посмотреть это уже сильно не помню допустим верный друг пригласить в игру одних друзей они получают десятый уровень вот если один человек получит вы получаете три золотых потом два друга у вас 10 вы 5 ну и то есть по нарастающему так идет 100 друзей но это конечно вообще не знаю столько найти людей потом вот верный товарищ из соц сети вот тоже пригласить тоже в принципе очень как бы интересно такие как бы получается этот медальки за которые можно получить но это как бы друга который прокачается до десятого а самому если даже так вот исходить из того что самому можно аккаунты прокачать но это жесть за экспедиция за экспедицию вот вам за одну вот вы проходите первого уровня экспедицию вам дают 5 золота вы проходите второй раз экспедицию на этом же озере второго уровня вам дают 7 золота и то есть так вот дальше 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 и вот тоже можно таким образом пофармить золото медальки такие есть плюс еще за экспедицию вам будут давать золотишко так вот что у нас тут еще нет это может быть еще есть но я как бы говорю я медали прям вот эти трудно выполнить для меня по крайней мере на это вот единственного медали больше таких наверное нету все листать я пока что все до 2 медали получит три точные за которых можно заработать золотишко вот в принципе вот такие вот варианты заработка золота вообще еще есть администрация делает ивенты различные на которых вы можете зарабатывать золото также вы можете задонатить это понятно квесты квесты давайте вот по квестам есть квесты где тут сейчас вам покажу нет не здесь разовые вот пастор видите вот этого вот парня пастор паркер он очень чудной парень вот ему тоже можно задонатить получить 10 серебра еще спрашивали про тоже на каком квесте мне дали еще тоже золото был квест вот здесь восклицательный знак ежедневный за который я получил там тоже 10 золота по моему или 5 золота по моему 10 я даже не ожидал что там дают золото вот я выполнил его и получил 10 монет также в костре может попасть золото вот если вы его выполняете приключения многоразовый квест выполнять 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 это можно получить неплохой такой прирост по золоту есть еще в этих крестах вот в буром не помню по моему у меня здесь ни разу не было золото а если было то только одна или две монетки но я я сомневаюсь то есть не помню точно не буду врать ну и так дальше вот я же говорю вот эти вот варианты которые я знаю сам которые как бы проверены на которых я зарабатывал сам за исключением турниров и этих скажите мне пожалуйста экспедиции на этом нет я как бы не зарабатывал но будут видео отдельные как делать экспедиции как ловить рыбу но все это будет в дальнейшем сейчас я пока что в это не углубляюсь я сейчас занимаюсь прокачкой до 24 уровня а потом я уже буду разбираться с дальнейшими рыбками фармом и своим как бы продвижением и прокачкой в принципе вот такие вот у нас получаются методы фарма еще есть у нас за эти по моему за занятые вот место в места в топе но это все как бы трудно такие там нет этого этих вариантов мы не касаемся я вот сейчас рассказал самые такие простые варианты на мой взгляд который может выполнить любой такой смертный новичок который зашел в игру и у него становится вопрос как вот по фармить золото если мне хочется вот такие вот способы фарма есть турниры тоже открыты но в турнирах для меня достаточно тяжело я не вникал в каждые турниры когда уже разберусь или начну охоту на турниров на турниры конкретно тогда уже сделаю более подробный гайд а на этом у меня все дорогие друзья всем спасибо кто посмотрел ставьте лайки пишите в комментариях другие какие-то способы заработка которые я упустил или не сказал и также подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик потому что стримы будут стримы чтоб не пропускать их вам приходили уведомления и было все замечательно все с вами была комарача не хвастаем чешуи всем пока